Восьмая по счёту и последняя в этом году ярмарка вакансий собрала немало народу. Многим видновчанам, стоящим на учёте в центре занятости, сообщили о предстоящем мероприятии заранее. Заранее сообщили и работодателям. Через час после начала ярмарки в зале только один представитель. Мы будем их продавать. Мы будем их продавать. Поэтому сказали? Александр находится в поиске работы около года. Стоит на учёте в центре занятости. Ходит на ярмарки вакансий каждый месяц, но устроиться никуда не может. Ничего нет, сами видите, никого нет. Только одни бумажки, а от этих бумажек, как говорится, ничего толку никакого. Анжелика Полякова, бухгалтер по специальности, после рождения ребёнка ищет вакансию со свободным графиком. Сейчас общалась представитель движения показания помощи детям здоровья. Продукты пчеловодства у них, мёд. Находить клиентов, распространять. Договор нужно заключать. Вот это что-то меня смутило насчёт договора. Я ещё пока буду думать. Это единственный представитель от работодателей. Всего заявлено было порядка 12 организаций. Подобрать работу очень сложно, потому что возраст уже у меня пенсионный, 59 лет, нигде не берут. Либо предлагать такую работу, которая, в общем-то, ну, уборщица, посудомочица, больше ничего. По своей профессии, например, я машинец компрессорных установок, я не могу устроиться, потому что мне ставься заняты, а больше никуда. Я хочу, если будут смотреть этот репортаж работодателей, хочу их попросить убедительно. Если обещаете приехать, то приезжайте. Если уж не хотите ехать, то сразу отказывайтесь. Потому что мы приглашаем людей, получается, ну, мягко говоря, некрасиво. Люди приходят, а работодатели не приезжают. Многие ошибочно полагают, что служба занятости населения существует только для оказания помощи безработным гражданам. Это вовсе не так. У службы занятости всегда два клиента. Граждане, потерявшие работу, которым она должна содействовать в трудоустройстве, и работодатели, которым она готова помочь в подборе кадров. К сожалению, на этой ярмарке вакансий спрос так и не породил предложение.